Друзья, всем привет! Это второй выпуск подкаста «Хороший, плохой и злой». Мы обсуждаем разные темы из мира ММА, общаемся между собой, высказываем свое мнение, иногда даже спорим. Сегодня у нас в гостях Асан Султанов, боец Лиги Найза, боец, который выступает и в поп-ММА. Фаннин Рафиков — это боец, который выступает только в ММА, но планирует в поп-ММА тоже подраться. И я человек, который нигде не выступает и не планирует нигде выступать. Асан, вот у нас называется передача «Хороший, плохой и злой». Мы думали, что гость у нас будет всегда хороший. Ты сегодня опоздал на час. Да, блин, брат, забыл. Если честно, забыл, вообще даже не думал. Съемки, тренировки. Тренировки, да, съемки. Расскажи, как так получилось. Проспалась, честно. Очень поздно вчера лег с пацанами, в контур убился до шести утра. Кстати, ты же тоже, да, гомаешь? Да, нет, я играю в UFC, футбол. Я вообще так живу, первый раз вчера. Контронимай этим. Ты впервые в контур попробовал поиграть? Я давно играл, где-то лет пять, может семь не играл, давно уже, дождись. Че, контррик? Ну, я, в принципе, в школе играл, где-то 20 назад. Я поиграл бы, наверное. Так что еще не обессудьте, чтобы опоздал. Не специально, не хотел, чтобы вы ждали. Я слышал, формат хотят запустить сейчас как раз в Казахстане, хотят взять бойцов ММА, чтобы они играли в компьютерные игры между собой и хотят совместить два эти, короче, мира. Да-да-да. Тебя звали уже? Звали, да. Что за, на UFC, что ли? UFC, футбол, без разницы. PUBG даже хотят. Ну, PUBG тяжко. Нет, нет, это, по-моему, делает Андрей, который из, как у него называется, территория ММА. Мне-ка что? Да-да-да. Вот он хочет запустить такую штуку. Ну, прикольно будет, че. Живые эмоции, смотри. Ты пошел бы играть? Куда? Да, конечно, с ним. Если заплывет на мае. А ты? Мы же геймер-то, че. Окей, давайте с первой темы начнем, которая, мне кажется, связана и с тем, о чем сказал Асан, и с фанилем непосредственно. Это история с ACA и Лигой Найза. Это такое бодание за Наримана Абасова. Он сейчас боец Лиги Найза, в итоге, я так понимаю, остался. Хотя его хотели себе подписать Лига ACA за большие деньги, как они утверждают. Но, в итоге, вот, он выбрал себе организацию. Ты засыпаешь? Скучно. Только проснулся. Окей, по поводу денег, просто тоже, как вы выбираете контракт? Вот сейчас фаниль, вроде, идет в хардкор. Не хардкор. Нет? А, в наше дело. Ты хотел пойти в хардкор? Тоже человек же был в нашем деле, да, подписан? Не пропущили меня. Не вызнаешь. А ты проверял? Проверят. Надо, кстати, узнать даже. Сейчас уже после этого подкаста тебя тоже не выпустят. Почему? Скажут. ОПГ. Не, не, все нормально. Не, выпустят по-любому. Выпустят с клетки. Пусть гость первый ответит. Что думаешь, что надо бойцу все-таки выбирать? Денежки или возможность, не знаю, более... Ну, у кого какие цели, смотря. Если у него цели, там, в UFC попасть... Ну, разные цели. Кто-то хочет денег побольше заработать, ему поезд не интересен, но хочет нормально денег заработать на жизнь тебе. А ты бы что выбрал? Я бы деньги вырвал. Мне поезд не нужен. Ну, мне как нужно, я больше ездил за чеки. Если чек будет нормально, я ехал. История с чеками. А просто смотри, ну, ситуация такая, что есть же какая-то долгосрочная история, да? Ты, например, можешь, там, действительно, более, там, нелегких, наверное, соперников, но в любом случае более потебяких соперников найти за меньше деньги. Ты можешь подраться с пятью, например, за год, а можешь реально с какими-то монстрами, там, и у тебя будет два боя за год, но при этом, в принципе, человек-то будет одинаковым. Ну, тебе заплатят за пять по двадцать или за два по пятьдесят. Ну, от хороших боев быстро растешь и медийно поднимаешься. Я вот последний бой выиграл, вот, хорошего узбека. Еще бой не вышел, через неделю выйдет. Я это понял. Для себя упал в нокдаун, там, ну, для себя поставил, растешь вообще на голову выше. А где Биллз? На Маги. На Маги? На Маги. И теперь ты газуешь на чемпиона, да, на Руслан Шамилов? Надо сейчас вот бой, бутер, где искали претендентский бой. А с кем будет? Будет с узбеком. С этим же? С которым ты... Нет, нет, это он же был. Кулачки. У него рекорд 6-2. Профессиональный рекорд, не по-моему,ишь. Тайгер мой Тай, вот, прошел полтора месяца, там, приехал. Ну, вот, борец-чемпион мира, короче. Чистый борщик, стойкая такая, средняя. Чистая борьба будет. А ты что думаешь, вот, по сути, ты же мог сейчас оказаться на месте Наримана, если бы он победил на турнире на ИЗА-50? Да, нет, не оказался. Ну, нет, смотри, если бы ты победил бы... Ну, я знаю, пришло бы предложение, я бы отказался. А, отказался бы? Отказался. Ну, дело в том, что просто бывает не подует. Бывает такое внутреннее ощущение, наверное, что... Я не скажу, что там боюсь чего-то мясорубки. Ну, не знаю, просто бывает же, по душе. Я это для меня и сей пройденный этап. Отношение лиги? Нет, я бился в ИСЕ, и отношение было хорошее. Просто я считаю, что это пройденный этап, не моя лига. Вот бывает же, вот, где-то бывает, что твоя лига, а бывает не твоя лига. Я знаю, там, у меня есть вопрос с Андрюшей Гончаровым. Я думаю, там, в ближайшие, там, три года все решится с ним. Мне кажется, что у тебя по твоей массе уже закрытый вопрос. Почему? Ну, а в каком его весе? Что ты докопался до моей массы? В каком его весе-то встретить? В любом. Тяжело. В опенвейте. Он же в 66 сейчас дерется. В 70 будет с Фройсом биться. Плохо осведомлен. Будет. Я говорю, сейчас дерется с Фройсом. Ну, а сейчас будет в 70 биться. А ты в 77? Нет, в 70. В нашем деле ты говорил, что... Да, в 73 будет первый бой. В 73. Ну, а сейчас, как вы видите, что тут? В 84. Вчера, посмотрите, я навки весил. Может, вам бой сделать? Ха-ха-ха. Я тоже в 84. Организм. Ты же, да, ты же в 93? Да, сейчас от себя в 86 видишь. Вот, видишь. А в 86 ты будешь в 84? В 77, да? Ну, раза, похоже. Не, сейчас, раза кончится, я бы сразу наберу массу до 93, где-то до 92. А вот ты говоришь, что главное – денежки. Если бы... Ну, понятное дело, что у тебя сейчас рекорд по профи 1-0, больше, да? Да. Айсей, наверное, бы не позвонили, но вот, предположим, такую теоретическую возможность, они бы сказали, вот, типа, заходи к нам в Айсей, и мы... Ну, вот у них, ты знаешь, да, Киеве, у них гонорары? Большие. Ну, если гонорары, честно, вот, гонорары нормально дадут, я буду нормально пахать. Нормально умею, я и так пахаю, но вообще гонорары дадут, я все хорошие витамины, мотивация, да, вот, буду настроен на победу. Ну, честно, в голове пока нету, там, что проиграю, там, выхожу, там, в голове не думаю, что, проиграю, может, не получал ещё, как я здесь, да, говорю, может, не получал ещё, так, что, думал. В общем, пока в голове нет такого, что, там, выходил, там, получу или упаду, там лишь такого нет только победа в голове а чё думаешь это ты как человеку которого чуть больше одного боя в профессионалах чуть больше чем чуть-чуть вырежете не это ставьте парня которого чуть больше чем один профессиональный бой вам и чуть больше деньги это мотивация хорошим да конечно конечно что ты если бы у человека была бы жизнь хорошая он бы пришел в бои биться зарабатывать я думаю человек который может зарабатывать помимо боев ему это не нужно Арман Царукьян да ну Армян Арман Царукьян наверное это исключение Армен Петросян я думаю то что для него самореализация наверное какая-то может отцу что-то хочет доказать сам в жизни но он очень собеспеченный семьи очень собеспеченный и он же сам изначально говорил сейчас наверное только при новых условиях он начал зарабатывать раньше там если в ноль отбивался то и то хорошо с условием его подготовки у него другая совсем мотивация не ну это мало таких людей вот которые реально люди вот там при деньгах и вот это все проходит не вот так просто неделю один раз по тренингался и выступил а который реально проходит полный лагерь режим держит и на долгом времени это тяжело это на туризма то это такая за день одно и то же одно и то же вот здесь стоит а так конечно мотивация там деньги ну есть такое условие да ты можете деньги не потратить там потому что ты оставляешь здоровье и были летальные исходы в истории ммэй да что убивали людей и высей был такой такой случай поэтому да ты заработать то заработаешь а потратить то может и будешь потратишь и там на свое восстановление которое займет там всю ту сумму которую полгода больше ну конечно чтобы не пугать наших зрителей надо сказать что летальных исходов было очень мало ну больше больше чем в обычной жизни короче не уверен что больше чем в обычной жизни в футболе футболе там взять статистику конечно в ммэй это опасный вид спорта футболе больше летальных исходов ну да 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 ну сердце сердце был забыл случай что целую команду молнию давила не видели видос я не прыгать на очки там сальто практически только уже на том свете ну в боксе да в боксе очень много летальных исходов ну просто я имею ввиду того того что ставить там на ком там деньги и урон который ты можешь получить в бою то конечно нужно обходиться минимальным там уроном при этом заработать а если адекватно думать просто ну а сам действительно он и в после матчах интервью часто говорит поднимите мой чек в принципе что и круто что он хочет больше получать вот ты когда стал получать уже зарплату ты же на зарплате да какие-то спонсоры появились ты тоже потерял какую-то часть мотивации то что все равно уже стал сытым да нет не скажешь что всегда человеку будет мало чего бы там не было там с твоим доходом и растут расходы а пить и аппетит же приходит во время там еды поэтому чем-то бы до чем ты больше получаешь на себя все 4 кладывать до 84 килограмма спасибо средняя весовая категория поэтому думаю всегда человек будет голоден голоден но все равно помеха что человек когда получает нормальный гонорар там легкий бой все вышел в гонорар получает потом все равно мотивация чуть-чуть вот я вот как есть городок меньше чего мотивация сбилась не могу настроиться там на конкретно рассказывайте в нокдаун до отправленного отедая только этот про не вообще не попали в лицо не попадали даже все в первый раз это какой-то бы карель а по кулачке 5 ты до этого чуть больше чем они в этом удары сейчас все нормально получил практически был гилберт дон спорте чему а сколько ты бы хотел бы сейчас получать в плане вот на месяц до понимаешь свои расходы ты будешь полный лагерь сколько вот это все стоит полный лагерь я хочу гараж и не даже договорить я живет ты хочешь на хочу получать вообще нет 5 лямов вот следующий бой тенге на 5 лямов тенге меньше вообще не хочу даже разговаривать вот это независимости ммэй хочу вот стандартный чек твой дать на стандарт чего очень хочу вот в россии вот у меня такой был чек по идее только с россией с проблем не вот мне в россии натуре гуру там за нормальные чеки мне предлагали там меньше пяти миллионов разговоров не было там за хорошую сумму все страны какой арена арена потом наше дело предложила гран-при там у вас должно было бы да да грамм в гран-при это был это до форматирование этой лиги там забавно просто есть еще одна программа на канале youtube на из-за тиви и ведет матчмейкер жандарбек кисимов он приглашает ребят которых пока рекорд там вот 1 0 0 0 который просто подали ему заявки приехала вот три пацана мы отсняли пока еще не вышло не знаю что из этого выйдет раньше наш наш флаг был бит вот и там один из вопросов зарплатное ожидание все говорят вот пацаны еще никакого рекорда нету кто-то вообще даже без бэкграунда любительского все говорят миллион тенге хочу за дебют вот лишь реалии 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 сейчас таковы что да скорее всего я просто видишь слушают всяких там пять пять миллионов что-то по маме по маме вижу на вот такую возможность что ты можешь визуально там представить какой-то для себя чек они же думают что что буду что там они огромные деньги а кстати в папу мэйк часто такое за не этот они преувеличивают свой гонорар а на самом деле не так мы в поп мы намного больше намного больше вот меньше всего зачем ты в мэйк сейчас умел сильный соперник зачем такие папу мы все и мне сейчас говорят типа не надо тем и мы иди в попу мы там хорошего куда мне идти в поп мы им не закрыли здесь здесь что-то тут не так так не заплатят как вот хотелось бы вот как корчат привык хардкорда прежде нельзя да идет предлагали до разговора и дучи святославского ленка тебе да здесь но это вообще же он звезда да вот сейчас и вот разговаривать не за он меньше менеджер поменялся а да на имя имена грузово которым он же сейчас он а был на это вот так как федор был который к президенте ищется а почему вы чувствуете ну просто этот он выше уже ступень выше чем менеджер когда уже президент а вы какие-то договора не заключали все нужно мне это же близкий мой друг же бы она все на честном слой да нет руки пожалевать руки пожалевать какие люди пожали все договора а кстати вот вы открыли промоушен свой да а как как он называется он файкинг файкинг это кулач когда чисто кулачка лучше будет гран-при в копчегае когда выйдет то первых вот вышла же конференция конференция бои в субботу а бьются в эти в кентусах до шингерта я пол концепция такого типа как топ-дог на 7 надо так чуть-чуть зацепил интересно посмотреть да вот и все еще там или вот первого не там уже матчмейкер и матчмейкер и президент лиги мара видите рост какой чего-то сам там не выступил на каком-то там братской лиги прикольный соперник найдешь и гонорар 5 лямов 5 ляку 10 не на по идее реальному овощи может отдохнуть вашей лигах выступать а самолик дорогие друзья подписывайтесь на наш youtube канал майза тв будьте вместе с нами не пропускайте наше видео ставки лайк пишите комментарии мы всегда рады вам у нас были непредвидены технические проблемы фаниль чуть не сломал петличку осан остался без своей жилетки которая очень сильно шуршала здесь услышали продолжаем мы поговорили про деньги есть чего-то добавить а кстати осан твой экспертное мнение как человек который в попа маме уже варится долго фаниль раевка в попа маме залетит полетит жестко да по идее давно пора надо было много не у нас есть такие бойцы которых поп матом набриял думаю да вот примерно я не знаю как он выбрать я думаю то есть ты в россию едешь там можно чеки я сейчас бойцами общаюсь зовут ханфатинка сейчас что привести сюда бойцов они такие суммы говорят я просто шоке просто я хотя их знаю всех боев сколько 5 миллион рублей просят я не буду именно говорить кто учу пацаны другом на зоне думал вот он это думаю может быть задумаю за 5 лямов привезу звоню номер 33 миллиона рублей даже это по-свойски вот пошел понимали доброт вот у них вот такие гонорары он хотя у них рублей рублей до по рублям они говорят какие гонорары у них брата я съел в твою сферу пошла открой промоучницу шведа например примерно нарисуем вот швед брат уже по идее же сейчас не на хапе уже был уже два года назад на хапе на проводон его на концерт что провести он просит на 700 тысяч рублей просто на конференцию брат привести его чтобы вы понимали да это который чепуха говорит на чепуха шерсти который да чтобы шерсти навести в кастану ему еще деньги надо заплатить он по понятиям еще такой да хороший пацан называет шерсть да да странная история ну из-за мурада же да не понять нам его не слежу я за этим мы больше паспортивной части если кто-то кстати хочет привести меня на какую-то пресс-конференцию за 700 тысяч рублей я в деле нет ты обозначь скажите 100 тысяч рублей я в деле тенге тогда говорить почему 700 тысяч рублей день больше нужно не ты же драться бы что-то а чё ну а ты приезжаешь он там должен зажигать ну по-любому а вообще кто за периколоса передали или что не дали сейчас общаются насчет максим один ничего просил совершенно хайпа будешь мне кажется сейчас уже такой бой какой сложно организов организу ну вот да вот сложность это это первый не первый аспект именно с максимом почему сделать тяжело будет там не а также есть последними события а также там в россии все захотят попу умает такой-то не проезд профессионально на ему тяжело было все это профессиональный габло и а вот поп-матом райис там все обезбашенные может так сказать и он даже не узнаешь он проиграет ему нового и тела для хайпа с ним подраться как думаешь фанель не растеряется вот этот шарм вот он просто сейчас такой дерзкий на хайпе а вот туда придет там выше на голову его короче вот в этом в аспекте разговора в аспекте разговора я же это визуализировал короче это уже визуализировал в голове прокручивал еще же один ты же приходишь в студию в эту ну когда никого нет германа напротив сажаешь начинаешь ему круто жрать и кому ну я представлял все же вот эти вот конференции были у нас дома а ты едешь туда и там такая все равно рождественная какая-то обстановка в аэропорту уже остановили все это было пресс-конференция по видеосвязи визуализировал думаю просто себя можешь показать обозначить надо сразу себя давай этот разыграем какую-то сценку типа пресс-конференция чтобы визуализировать нету такого я тебе еще в тот раз говорю у тебя память как улыбки в том выпуске ты думаешь что я для себя спрашиваю все это а для кого для зрителей а я думаю для соперника а для соперника они готовят за 700 тысяч он все выдаст да да короче да без 30 секунд перевели пока ты не станешь пока тебя не поднимут профессиональные мамы с локтями в партере как все по-настоящему а чё в кулачку брать не положил мне не пикал это я думаю здоровье там важнее лицо у меня еще такое нежное у меня правда лицо нежное и неохота потом к пластическому хирургу ходить что ты что ты ну я серьезно тебе говорю я с бокса ушел просто подожди а пластический хирург что исправит красивее сделает швы подровнять можно вообще внешне захочу захочу другую кстати сейчас жуманом общался сделал интервью про его ухо я думаю завтра он выйдет ему пресс кто не знает жуман жумана оторвалось ухо во время боя ему пришли нормально выглядит просто нет в кулачку смотришь я смотрю кулачку топ-дог и там смотришь блин там либо люди такие либо зарубы у них такие лютые там смотришь живого места у человека нет кулачки я думаю просто все острые удары у острей не кажется нет ну здесь можно в казахстане с кем попадаться у меня в россии че методом там же шингардов там же на вот топ-дог хардкор задерется сына это сейчас видимо не кулач 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 голый кулаки у нас просто нет не легализовано они хотели наше дело а это наше дело наше дело арена да 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 они там бьются но просто уже привык поймала и биться в кастане в намаде можно побиться там в таких же кентусах просто тут у нас лютые боксеры нужно при одной конференции сели на сидель а честу на март надо должен просто мне пару раз уже предложения были и соевым побиться 700 тысяч и там у меня цифры другие были предлагали тут просто я поймала и только разница с россии платят такие гоноражи брат пока а ты здесь делаешь имя но если у тебя есть имя принципе тебе заплатит ну все равно больше чем ими западу видишь он он знает то что там 800 тысяч рублей на конференцию только людей за что за что не ладно еще брата еще как когда не приезжают он выбирает соперника вот я не буду вот расскажу как и шов холл например вот приехали давно у него соперника нас летел же ему другого соперника дают ему куку дают кука вот никогда этому близких у кого никогда в жизни боксом не занимался он деревянный такой вот бьет вот только сейчас набирает хорошо хорошего навыков нет хорошего его шоу холл где-то минутам 15 здесь выбирала бои там смотрел там ясно же видно как он даже по его и сам заходишь там видно что он 10 минут а за гонорары там больше десяти лямов гонорар дают рубля тенге и наш в нигея больше примеры больше 10 и он выбирает соперника слабого еще что он вообще когда для себя чтоб подраться может послабей поп-май это вообще другая тема вот посмотрим короче окунемся я к тебе говорю поехали в первый ну поп-май а ты короче онлайн я по видео включу возьми германа просто этот планшет будет рядом с тобой сидеть пусть на меня влетают с ноги знаешь нормально я готов за 700 тысяч говорите мне отвечать тебе смело а ты готов вот сейчас будет хороший соперник ты до этого ну если все в стойке же про это очень не боролся ни разу не до борьбе готов готов сейчас тренируетесь также в сактиме на специалисты хорош на софт против сила ты скажи дартим все же знают турники сила я вчера знания да кстати друзья знания сила мы переходим на рекламу дарь университи да это такая история интересная в которой вы можете вписаться посмотреть ссылочку в описании к этому ролику там даже бойцов учат знанием потому что это очень сложно они кроме бокса да и борьбы ничего же не знают но если не ходит дарь университи я не боюсь ты же бывший спортсмен ты хочешь знать что такое дарь университи переходи по ссылке в описании к этому ролику и узнаешь тебе надоела ежедневная рутина чувствуешь себя не на своем месте чего же ты ждешь хватит пришло время изменить свою жизнь и следовать за мечтой у тебя есть уникальная возможность изучить увлекательный мир профессии будущего ощути полное погружение в океан новых знаний превращай свои идеи в настоящее искусство найди свое призвание и занимайся тем что делает тебя счастливым узнавай что-то новое каждый день учись и развивайся со своей командой и менторами дарь университи начни свою карьеру в айти пишка грамотно подвели до рекламе рекламодатели приходите к нам продадим все что угодно пауза не не нужен да да реально из-за тебя ты потому что смешно ты говоришь к слову я зацепился в голове и стал говорить с твоим выражением а чё брать чё с гонораром решили и сеешь там что были же там на риман он остается в легеной заказа до касается риман пусть здесь остается чтобы личные разговоры то они какие не были там сильно там такие вверх и даурен ермеков тоже остается но это вообще два супер таки одовременно какой вес на 84 может этот подирать не буду вообще с нашего ходит он мне был четкая позиция но у него сейчас соперник узбеком и сейчас ему надо его убрать а потом еще дальше смотреть дальше буду видеть даурен ермеков я так понял сразу будет шамилом бить да да это будет скорее всего совместный турнир с урала все бог ничего себе и будет чемпион против чемпиона типа ну а даурен но он не чемпион урала но он не чемпион но я так понял амбассадор чемпион притенент совместный турнир хотят организовать в россии здесь здесь я так понимаю что летом ну пока еще тоже каких-то точек да нет возможно будет как раз бои такое около ммаш на это датс и галам прикольно она и запись это не будет проходить не знаю ты знаешь но инсайдерская информация говорили что него мать и а я не знаю но это же учет хотели да что он должен же да ты будешь написать первым бить на значит на его мать и главной карте более должны не интересовался что-то ну бегайся сделает чек нормально нормально пойдет не обидели пойдет конечно больше охота на следующий обещали больше будем поднимать больше больше ну на и за такая лига мне нравится атмосфера другая это более про я понимаю что это более профессионально лига не более вообще профессионала девочка профессиональная лига на рельсах идут такие гонорары например как поп-май это я осознаю что такие гонорары точно ну тут тоже хороший платят я ничего не говорю тут если будешь хайповать нормально и 7 месяц сделать можно нормально ну и для этого вижу тебя все есть предпосылки вот надо хорошую больше показать субъеком видишь когда никуда ехать даже тебя не надо дабы я уже никуда не собираюсь у меня сейчас официально объявили мне очень в россии вот менеджер она да и миля да он месяц уже как месяц делает открывает если он сказал что он был на меня похоже двойник из-за этого мне закрыли весь но позавчера у меня вот такой твой не брат нет я не знаю здесь то проехал в россию же смело на язвала и просто эти документы фухнула душа и короче вот он пробивал все умеет его магический он не сказал короче все чисто по тебе никаких там двойников нету по тебе все чистое и видит там закона не на не нарушал вопа ничего нету просто я врачу могут его если судиться будешь бы тебе потом типа хуже типа может стать лучше не лезть туда не открывай короче не не но типа не в ничем ничего тебе не поможет короче это живете в рамках правового поля да всегда если вы хотите больше узнать о правом поле то читайте об этом в комментариях слушай да я хотел еще поговорить я не знаю ты знаешь фаниль или нет что никнейм асаны какой борс какой казахстанский хамзачимаев написал что хочет приехать в казахстан видел думал будет встретишь первые затем ну серьезно но какое будет мероприятие программу а как у нас у нас программа одна всегда встречают от души ну не повезешь может там горы да есть конечно которая охрана будут подсозревать все знают которые встречают обязательно с ним увидеться надо хотя бы селфи сделать надо поставить тебя брата его в центре а ты будешь встречать не знаю если буду в городе туда нет почему просто но если будет человек-то занятой там я думаю мой так внимание будет очень много поэтому он приедет не до нас он до не до нас ну короче ну и сейчас и у меня там подготовка не подготовка домой еще совместно будет 12 июня в москве да нет скорее всего санкт-петербург он чусь и они просто санкт-петербург же по общепам ни разу не приезжали ну говорят так что хотят подготовку тут нормально начи начала фитнес-то покажу от пилатес чисто качку дальше делать физику такое втягивающее было от из фитнеса больше на физику да 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 намаз эдуард агай сила сыр и сыр и до соскучок поехал поехал нельзя же есть во время поставив колотек препаратов нет нельзя они как получается 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 я такой натуральный натуражка раз ты зажмёт бицепс чуть руку тебе сломать давайте поговорим о бойцах нового давали си и сказать она это самая актуальная тема мне кажется все темы у нас сам можно прогнозы тоже после этого сделать да смотри один из бойцов это твой одноклубник и твой друг вы к нам приходили на подкаст да 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 и просто мне что интересно послушать ты уже тоже мне говорил там не раз что ты в юси не собираешься вот я не знаю асан просто у тебя есть как-то в голове хотя бы какая-то понятное дело у тебя щас 1 0 вопросы какие-то мысли о том что когда-то ты можешь попасть юси просто тебе же 28 до 29 уже ровесники ровесники и весники ну вообще таким планах нет брата сейчас вот на 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 найду настроился еще дарми и мега выиграет с нашими удаляйся в игру бой я буду год не буду драться на примерно есть там не поменяется никто ну потому что я сейчас выграют досрочно нокаутирую конкретно все выграют досрочно не по очкам то тогда я я думаю я должен за поезд подраться а год зачем тебе не драться но если и мега будет обработать же я не буду с ним драться меня но можно же просто не снимать кем другим но еще не поезд будет еще выиграть шамилова нет просто этим хорошие рейтинговые бои бойца не за поезда ну так он забыли деньги за большие деньги охота и вот честно сейчас у меня научить к именно в найди ходу это вообще были и сейчас деньги для меня первые чтобы гонорары ну сейчас хочу очень осталось добавится хочу сейчас узбек у меня очень сильный соперник он физически сильный вот такой рама тоже был по 95 под 100 весит гоняет и вашей тренер выиграл артема резикова может вам артема резикова тренер был этот разбой до сбоев тренер а тренер ворусе буро ну как выиграл там и засечки до ранее остановка причем артем рассказал что он не знал даже соперник ему проскали проезжаем сидел живем соперника он приезжает это еще был на 77 не убой по моему и на воду дать его же в одно время на 80 на 82 вроде даже да он приехал и они говорят вот парень приехал ворусе боев чем-то смотрит я увидел дед очень хороший бой за любой опыт на должен должен по 30 быфы да он там брэйви везде бился парень уже с большим бэкграундом только чемпиона по на все он вроде даже да 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 он ну это будет это ловный пацан это его ученик да да это очень я задумался лучше думе жуть иногда я тут подумал хорошенько нет хорошая проверка вы всегда готовы вот тем более у вас учите нужны какие-то бои потому что ну как бы мы не относились с уважением к твоим соперникам но надо расти да по-любому ну вот мы отошли от темы да я просто про то что мне интересно было осан как тоже в голове визуализирует про то что в 28 29 лет если желание у бойца еще попасть усили ты тоже понимаешь что все нужно ну что он твой какой-то там не знаю пиковый возраст или не твое все-таки время попадать в все надо зарабатывать деньги здесь данный момент данный момент я вот мне нужны деньги например за у меня там четверо детей семья там вообще в общем да и груда вообще в общем надо жить россии на ноги ставать не то что просто жить а надо расти там хорошую квартиру купить себе там бизнес какой-нибудь открыть хорошую машину купить за маму поднять давать и да свою вообще и в общем своих родных у меня первая первая цель вот если сейчас там за четыре боя возьму нормальный гонорар последний бой я держу за такой гонорар который нормально тоже хорнует за такие гонорары больше не буду ходить где вещи нокаутирующего от этого выиграю все только за нормальный гонорары буду драться и если потом дальнейшем конечно вот я в тяжах буду драться в тяжах может выдача пока в на 84 там за 30 я полюбит набирать из набираю потихоньку там за ухо да потом уже в тяжах буду драться потому что возраст во первых на 84 лучше в тяжах в тяжах на возраст не имеет значения как понял там 35 33 там можно смело да может вы же встретить когда-нибудь в тяжах со своими же не делимся же не планирую тяжи даже переходим покажи ты не старался не похоже похож и все ну короче юси нет пока пока мисс я об этом не думаю это далеко для меня меняешь пахать и пахать надо какие-то говорю там не загадывают там я первым делаю все денег заработать сейчас у меня и все это для меня найза сейчас первым делал честно говорю я сейчас вот у меня весь настрой я знаю что твои акции растут смотрят там норбек если я тебе так реально хвалишь и у тебя нет ну для человека потому что на данном этапе он не хвалит он говорим как есть да я как есть буду что найза натуре то прям он мне принял один раз подрался она у меня вот здесь осталось атмосфера вот еще ждался в ахтубе там столько было болельщиков встретились у асана татуировка есть прицелом и здесь надо наизу набить либо в прицеле н-бук отметить наиза на прицеле на найзу он целится в найзу он уже наиза на прицеле пояс а пояс пояс получался сейчас у меня вот я хочу выиграть этот бой потом уже хочу за пояс подраться это получится получиться дым дай лохпаками все-то я чувствую то тут на нету пока все такое там я не про не проигрывал мне там поражение там вы выхожу отвечая даже не думаю о поражении он левин только победа а насколько расшатывает потом продолжим тему по поводу духа цена сколько расшатывает поражение веру все никак да не как никак ты же как он как ты воспринимаешь поражение в там же от возрастного этапа твоего твоей жизни да зависит конечно там 20 лет я первый раз проиграл там когда у меня рекордом 50 был и мне там лет 19-20 было тогда больно воспринимаешь потом самосознание идет до что ты это твоя сугубо личная ошибка ты проигрываешь потому что где-то что-то не сделал где-то что где-то ошибился да где-то перетренировался либо просто нужно прийти если ты путь бойца выбрал это же ну не сюда не всегда всем быть там хабибом либо шахатом ну не может быть такого поэтому там еще же в мм и рекорд ничего не значит вот там человек человек в топе бьется там бьется майкл майкл джонсон в юси у него рекорд там жидкий вообще жидкий да но он показывает и очень зрелищные бои и давно там в топе был даже со своим жидким рекордом поэтому там кто как относится я отношусь к этому как ну типа не мой день ошибка которую нужно прийти в зал исправить и идти дальше просто поражение мотивация как еще лучше растет или наоборот падает да нет растет всегда 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 такое типа мысль блин заклада я вам еще покажу дай вам покажу типа андрюша я тебе покажу вот ты говоришь покажу покажу по-французски менящик уже тем париж понятно и вот а так нормально хотя хардкор да не будешь драться здесь они предлагали на том слове все ужасно скотом не куату наверно там у него совсем другие цифры нет просто матчмейкер их не лиги писал мне в инстаграме выходил там вот забавно да ну асана рассказывает что запросы у бойцов из россии да вот гонорары хотя по идее да мы двигатели ну грубо говоря на нас придет на них никого не знают ну хадиса да там как и экс-бойца юси там а половину же никто не знает ну вообще вот типа я не знаю не царе все не будет это здесь раздавать там цены смотрели от 2 до 70 до 7 где ну блин я думаю что там скорее всего анатолий с ульяна сам будет стоять возле арены и билеты я думаю вот так вот если наших не наберут они не ну как если он говорит как оно есть если например приедут помощь хадиса брагим много кто приедет да например вот я хочу туда идти много кто не знает по помещиков россии если были прав бойцы не вообще говорю может быть там уже пояси будет не будут не будет здесь он я хардкор мы только зажгем нам рубку вот видишь нормальные чеки это ну взять это 14 15 лет откуда у 14-летнего там если 2000 тенге на кармане на шкребет возможно попадет аудитория такая вся молодежная потому что ну поп-ммм и да и так ориентировочно он и брал брал аудиторию такую вот именно 18 потому что смотришь там артема там знают все этом ну взять маленького ребенка он лучше там тебе скажет за того же шабхала того же он знает потому что youtube это легкодоступная дата платформа зашел в билл они там в рекомендациях они первыми вылазит всегда ну кто единоборствами более-менее интересуется это ну хайповая часть поэтому я уверен в том что да анатолий будет стоять в Алматой арене и раздавать билеты посмотрел на это да тебе это интересно мне это я даже бы записал бы видео про это у тебя будет возможность 19 мая святослав коваленко знаешь появится такое ну я это блоге это блогер он в принципе хороший он и по проф ммм мм а серия с нас тарасовым с этим ммм а серия все все но его там побили там да там дата дисквалифицировали того бойца там кипиш после боя и вот и вот этот парень потом побил сейчас тарасова да-да-да-да тарасова с близнецом драться моим 4 мая серьезно да а где он готовится конечно же два месяца готовится просто тогда же помнишь да-да-да-да палец не жгу сейчас зажило сейчас по жестко пахает игры вот интересная история чтобы все-таки вы выступили на одном турнире так что он такого не было что два близнеца дрались на одном турнире на на улице конечно обязательно с брат мы сцеплялись там с кем-нибудь мы двое не не 2 на 1 2 миша свою тему отрабатывает мне просто мне кажется это прикольно единство что самосиф рассказал что тоже были у него на районе близнецы парни самосифа знаешь николай николай чемпион на но сейчас решили титул он сказал тоже у него были близнецы на районе и они его в детстве били постоянно и в какой-то момент он типа но настолько короче в спорте преуспел что смог двоих побить один я просто же думаю прикольно иметь брата-близнеца что можно организовать что все-таки по бойцам юси какая вот у тебя была реакция те все равно подписали двух парней из казахстана в юси те приятными какие там искали же приятно и душу приятно это гордость уже когда вы сидерутся наши значит потихоньку и мы можем туда попасть уже это уже уже дорогу открыто можно сказать потихоньку шавкад жалгаз мало розов все они прошли сейчас уже потихоньку уже это хорошо будем смотреть юси болеть будем нашла раму там поднимать костанс есть там наш флаг поднимает это уже хорошо я думаю это гордость да и я думаю это реальные шансы теперь 57 килограмм дивизион да у них такой где марина там с фигуре до всю жизнь будет драться уровень и осу и азата уровень очень высокий я считаю вообще что у вас уровень топ-10 и мы сейчас смело ну я не знаю как там матчмейкеры и все будут как они думают ну чтобы не рассчитывать антам не дают практически бою но очень редко но он титулованный парень и fight matrix и он высокий асу 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 же в статусе приходят до звезды но грубо говоря так она есть у него там многие же бойцы юси приходят там не сможешь там 10000 подписчиков а это уже раскрученный готовый парень который может биться на большой арене ну я так считаю он там топ-10 точно может побить и азат может тоже но я думаю азата чуть-чуть аккуратнее нужно будет вести а так это очень ну такой разносторонний парень и совмещенный делает и нокаутирующая сила у него есть глухие нокауты оформлял ну думаю вот у вас у реальные шансы год-два он как и сам говорил заявлял об этом он может привести поиск нам казахстан поэтому да они сейчас протаптывают то ту тропинку юси да что возможно скоро и самые все захочет провести турнир в казахстане и тогда уже больше будет представители наших а вот не думаете их подписали реально практически в один тот же временной период ну именно новость о том что их подписали появилась там с разницей в два дня по моему они не должны или выводим день сама на чараже разные видишь разными каши от ними уже в ней не раз разные разные монетра и вот так получилось что у вас у ускорю сам наверно скажет у него менеджер но менеджера разные просто так наверно совпало просто кому говорю вот раз подписали в один временной период не думаете что могут бой сделать между собой я думаю нет ну на данном этапе точно нет там визионе хватает просто обновить старую кровь потому что там мы же не знаем это они официально объявляют после каждого турнира кого-то увольняют и я думаю на давно они на примете юси были плюс еще fight mad fight matrix они уже находились там можно особо можно было подписать после за камаковского потому что да с такой оппозиции в нее все но никто не встречался осу встретился прошел уверенно пришел поэтому его подписание это вообще было я думал год назад еще и вы уже должны были подписать просто затем затягивали из-за того что дивизионная скорее всего такой что там очень мало но самый маленький ростер вроде в 57 поэтому ну как ты говоришь скорее всего да когда они будут топах возможно такое но я думаю не сейчас но у вас уже борьба да больше да он борцуха и до скульчука задушил и маковского бросал там груди как-то праздновали в зале отмечали но сейчас у раза кто угадал посидели поговорили и втор был мы же узнали новость это вот на ифтаре а то есть вам тоже никому не говорили ну мы все узнали в один день все в один день узнали но мы были первыми получается вы чуть-чуть позже да вот сидели за столом и глава нашей команды альдара рай объявил такую радостную новость все порадовались и все пожелали осу удачи это новый этап не только для него и для всей команды это второй человек с нашей команды который будет биться в юси ну да это вот как ты говорил попасть в юси и биться в юси две разные вещи сейчас нужно осу планомерно подойти к этому бою грамотно и показать себя во всей крысе но я думаю у него все получится сейчас его время мне кажется особо сильного соперника давай ну да вот моментально да я думаю даже могут дать ну топ-15 смело куда он может усилить могут даже топ-10 потому что надо по дивизион и у него еще рекорд и короче вот а вот этому азату чуть аккуратненько аккуратненько у него нолик где нолик всем интересно всегда и всю жизнь было еще раз и семь рекордом троих там побьет уже будет рекорд вообще интереснее это будет он интересен по-любому ему будет как-то более чуть-чуть как вы правильно виси будет а вот осуя думаю будет соперников мощных там всем уж сам хочет я спрашиваю же он сам хочет топку это он чувствует что он готов мы смотрим же тоже бы я ну отсматриваешь и там она даже такие бои ужасные показывают даже топ стопом встречается 57 и визуализируешь видишь там особо там день там поймал бы не отпустил бы я думаю что у нас немного времени осталось можно еще поговорить по прогнозам единственное что я не знаю когда выйдет подкаст возможно выйдет уже после турнира но в любом случае как раз людям будет интересно посмотреть знаем ли мы чё-то мм или нет макс холлоуэй против и все даже да да и все думать ты же смотришь да и это карта не смотрел еще холлоуэй против алина до холлоуэй против алина потом антила против барбозы из интересно еще азамат мурзаканов против не помню кого зовут но хорош кстати боец давай давай про главные бои пока по барбозе чё думаешь слишком старый да думаю все и плюс еще слабое место это его борьба и партер ну и пик еще прошел хотя может выстрелить но это типа новый вермоги лица карантилу карантилу тот портовик такой парень и стойкий неплохой но тоже такой да такой тоже непостоянно у него там победа поражение победа поражение вроде такие последние бои ну я смотрел его бои именно били карантилу да да это кстати боксер базовый и думаю били выиграет почему-то думаю даже с обмешенным скорее всего а алин против макса холлоуэй я просто болельщик макса очень давно и максата максата да максат текала газу и у него свойство такое есть да что по после большого простоя он выходит но новый уровень с катером так получилось да он вышел там просто разобрал топового бойца топ-5 тогда уходил вроде как и подарок это здесь да алин левша партер неплохой 10 побед подряд есть опыт трех раундовых боев решения не доходили да да эти раунды нет ученик у макса совсем другой стиль дай макса тяжело перевести тяжело да никто иногда он его не отправлял даже мне кажется макса могу пилиси брат смело просто с ним не тяжело тяжело переводить и драться именно то столько ему довольно ну все равно взять по статистике у него защита хорошая хотя там у него разные были бойцы и он сейчас я думаю это вот его то время да такая финальная такая пиковая форма скорее всего уже лучшего никак не будет это все уже он тоже проверку думаешь пройдет я думаю выиграет решение алина свод алина особи его холл уже все уже старый попит видишь мастера старый старый уже это поколение такой молодой не медуза не готова да сколько в юси уже дерется а макс от 91 несколько сколько в юси он бьется вот это самое да накопительный эффект там то все 5 10 сильно влияет он не проходил такие войны которые макс проходил вот в этом ментальности в этом есть но он прошел в этом и есть силы если третий раунд закончится посмотреть надо по глазам кто как будет готов просто брэндон аллен да там смотришь его вот крайний бой очень хорош с хукером да с хукером потом еще с кем-то неплохой у него подготовка еще такая да много там историй за его подготовку то что он пара лифтингом занимается там жмет там у него силовые показатели у кого у этого алина да он там стану тягу сколько-то там тягает он такой физически просто я думаю то что вот в ментальности чуть-чуть он еще слабоватенький а макс уже такой старый волк может на опыте на опыте мне опыта у нее тоже 10 побед уже кряду ошибки поймать ну а позиция разного не было как ни крути мне еще кажется важный довольно аспект я понимаю что тоже возможно поэтому сложно судить но мне все он кажется важным что заходишь в инстаграм сейчас холлое и там в основном все фотки типа женой на серфинге с сыном то есть не очень такая реально сытая сейчас жизнь плюс то гавайи там солнышко светит я вот тоже не понимаю как ему искать какую-то мотивацию потому что у него сейчас слишком все хорошо у него новая жена короче нужно кайфы почему-то подчеркнул только это начинается должен сделать обращение сказать вы же понимаете это тоже нужна новая жена содержать нужны гонорары на это почему-то новая жена не просто если нужно правильно отдыхает сейчас у нее там любовь это у любого мотивация новая содержать новую жену новой жены новые потребности у него брат тебе уже жадать сделал они уже сытые волки можно сказать вот холлы они сколько лет уже бьются уже там нормальный день но при этом там волкановский тому же не помешало показать да да сложный бой это все зависит все зависит от мотивации почему-то же макс тренировавшись в гавайях а там гавайях мало да оппозиции он как-то же стал чемпионом защиты проводил единственный человек который до всегда тренируется в гавайях тренировочный кэмп никогда не менял он как-то дошло до никогда не менял тренировочный кэмп всегда в гавайях на серфинге и у него жена же вроде такая профессиональная серфинг старая не каталась она хуже каталась с чемпионкой пока старая жена была в топах короче старая не возрастит проводит все свои кэмпы на гавайях нас не спросят за это все это юмор да по поводу боя это на борьбой что-то думаешь думаешь и борьбой эту борьбой точно нокаут улетит он у тебя уже стороне он опасно базару нет там стойка там первый раунд будет опасно но потом уже я кашу все уже стал уже борьбой точно свой пик прошел и можно заканчивать по идее плюс еще веса в гонках 66 он создать очень плохо он все пришел с лёгкого ну кинь вот тут возрастом люди под конец карьеру начинают спускаться до люди многие биджей пэн там начал спускаться но это 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 не всегда хорошо но биджей пэн никогда не было рельефным а барбоза всегда был рельефным и вот как он же еще рельеф да я про это говорю что он там сжигает трусы рекламировать может смело Келлин Кляйн ты так посмотрел в камеру чтобы они к тебе обратили нет а че нет я семейник я сейчас же модель уже уже изменилось представление о красоте это про тебя и про тебя и про тебя и про меня нет не надо спасибо я семейный могу рекламировать без подарка я тоже человек семейный поэтому тоже семейный они удобные я говорю если бы урода не было можно было сейчас встать и на баракат бургер поехать вот молодец да он свою рекламу интегрирует это мои спонсоры а они кто приезжает кто приезжает я уже был а ты был там да был после нашего подкаста то же самое было на баракат бургер лучше я не буду лучше как баханин но я для меня лучше это очень прям вкусно вкушал ты в одни броду да вкусно надо съездить швед приехал или они пацаны какие бургерные еще я не посетил надо посетить мы их попробовали они сюда приехали сразу с самолета поехали брат туда поехали туда туда их привез они покушали а шестяной ему что-нибудь подарили шведу? чапалах подрыв шестяной швед встречай гостеприимно швед родной свой шестяной же шестяной же шестяной же святослав коваленко если примет бой если не примет якубова хочу вот по мм на 19 мая хардкор кстати даже в рамках попа ммм хардкор сейчас тоже себя позиционирует профессиональным шердок бои идут вот кстати хороший бой был бы не очень сильно хотят брать честно все пишут мне братирующие силы мне все хорошее тоже знаешь я же не понимаю на самом деле твой уровень потому что те бои которые я смотрел там реально все очень легко получалось но там и соперники были не очень да честно скажем но я уже мана спрашиваю говорю асан реально в форме хороший боец и он говорит да очень неудобный и говорит всем короче рубку длинные вот это я понимаю вот я боксировал даже сама там они приезжали же на сборы он работал потом подходил тренер вот он асан капец с него тренер спрашивал 3-4 раунда с ним работали но силу нестандартности неудобные антропометрия ну руки длинные ну я сам чувствую что в зале много кто что я неудобный а ты базовый кто я вообще ммэйщик а так чем занимался и боксом и ммэй все по чуть по два года справа неплохо а вы стояли с ним вместе нет я вообще по боям а вы не делаете вообще между клубами каких то день борьбы вообще есть у нас такая тема у нас просто веса его мало Шавхат Шавхат сейчас в зале очень редко его видишь он либо на сборах дела у него нет у нас просто вообще в стране у нас в зале хватает сахпрутим его брат у нас просто у нас в зале очень мало 84 у нас там несколько человек у нас хватает кстати вот хороший был опыт для пацанов и для него я думаю сделайте такое мне кажется это же крут когда зал сейчас у него свой план подготовки уже просто я думаю в межсезонье для себя просто риск получения травмы высокий да чего тогда закругляемся да надо закругляться мы довольно долго говорим все интересно было можно еще последний про Азамата Мурзаканова я не знаю вы еще следили за Азаматом я знаю рукопашник же я чего удивился к чему хочу это подвести Азамат Мурзаканов во-первых по рукопашке чемпион мира и он еще и многократный чемпион мира по рукопашке я даже как-то ездил на срео по рукопашке он тоже там без проблем расправился легенда да вот именно в рукопашке он прям очень плюс у него в ММА у него в ММА непобежденный рекорд но он идет андердогом довольно жестким сейчас Джакоби у него 2,5 или даже больше Джакоби это этот профильники боксер чемпион Глори вроде был ну за титул точно его помню только Пирейро ронял да его только Пирейро ронял в этом Глори да а в ЮС постоянно он проиграл проиграл одно поражение у него есть в ЮС пачкан я уже не помню но у него защита неплохая и бьющий такой он из сильных выигрывал нет он кикбоксер а кикбоксер профиль он из сильных пацанов выигрывал очень да 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 в ударке он точно в порядке ну не знаю думаю Азамата есть шанс мне тоже кажется просто Азамат очень редко бьется я удивляюсь что вот говорю ну парню там с непобежденным рекордом который реально рукопашник мирового там уровня его делают таким андердогом жестким ну по оппозиции может смотришь я видел Азамата я думаю он мощный очень мощный боится еще раскроется еще раскроется лучше мне кажется мне тоже кажется он просто не такой хотя выглядит не угрожающе да 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 выглядит он наверное безобидным бойцом там в 93 ну я думаю победить скорее всего по очкам ну а Джакоби можем все ожидать поэтому поэтому мы закругляемся да что будешь рекламу какую-нибудь да друзья во первых не забывайте учиться потому что учение это свет знание это сила и знание это сила переходите по ссылке и чекайте информацию про дар и университи подписывайтесь на нашего гостя Асан Султанова у тебя новый инстаграм ждать что старый взломали вот взломали вчера ночью пришло сообщение что меня через 24 часа удалят инстаграм старый или новый? старый ё-моё а там сколько было подписчиков? 8000 почти а здесь сколько нового это миллион все никто не увидит полтора миллиона полтора миллиона подписчиков было у Асана скажи миллион сейчас мне говорят пароль надо вспомнить я пароль не могу вспомнить а может у тебя не взломали ты просто забыл пароль? нет не знаю мне пришло сообщение что там очень много жалоб поступило и что заказали тебе что надо ты настолько газуешь и они против тебя заказали я вообще ничего сейчас не делаю просто видео закидывай можно закрыть профиль да закрой профиль и всё потом будешь принимать подписчиков ну да короче всем сам да друзья подписывайтесь на социальные сети найзы они все появятся скорее всего вот здесь где-то слева а может быть справа но в любом случае они появятся здесь плюс они в описании подписывайтесь на социальные сети Асана подписывайтесь на социальные сети Фаниля скоро он будет показывать себя в нашем деле ищем ему соперника предлагайте варианты свои в комментарии. Послушали, это был подкаст под тестом названием Хороший, Плохой и Злой. Все четко ММА Вестик лучший. Күнделикті кебең тіршілік жалықтырды ма? Өз орныңды таппағаныңды сезесің бе? Он да несіне күтіп отырсың. Тоқтан! Өзі өміріңді өзгертіп. Арман Дор дайтын уақыт келді. Болашақ мамандықтарыңның ғажап әлеміне саяқат тауға айрықша мүмкіндік бар. Жаңа білімінің мұхытына сыңгып кер. Идеяларыңды өнерді ұндысын айналдыр. Өз кәсіпіңді тауып, сені бақыттығылатын істің шебер бол. Күн сайын жаңа дүния үйрен. Өз командың және өз мен тарыңмен бірге білім алып дама. Дар Юниверсити. Айті деге жолан де баста. Айті деге жолан дүния өзіпіңді 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 өзіпіңді. Айті деге жолан дүния өзіпіңді өзіпіңді.